дорогие друзья хочу показать небольшое видео чтобы напомнить как можно оживить в системном смысле слова любой жесткий диск например попался маленький диск вот такой цилиндры головки написано то есть проблема определить его параметры нет даже автоопределение не обязательно но он автоопределяется вот такой старенький компьютер собрал самое главное иметь флоповод и загрузочную дисклеточку с дусом включаем наш компьютер видим что диск автоопределился смос можно даже не заходить но к сожалению системы вставляем дискетку и жмем любую клавишу ушла загрузка доса здесь у меня есть конечно ошибки да у меня там самый простейший набор файлов видите даже попытка загрузить команда не удалось набираем туда ввц драг ввц и загружаем наш любимый волков командор так ну давайте для начала небольшой ликбез по клавишам волков команды чтобы сменить содержимое панели надо нажать alt либо f1 и выбрать диск либо alt f2 чтобы погасить панель при нажатом ctrl нажать f1 либо f2 чтобы посмотреть версию дос надо просто напечатать вверх вот гасим панелька видим что 622 наш любимый так смотрим на содержимое дискета и видим что формат сис и диск присутствует остальное пока нас не очень волнует диск диска c физически нет то есть логическими извините логическими да я хочу остановиться многие скажут зачем мучиться с досом вы поймите что маленькие диски по одному по 2 мегабайта смысла нет в виндусе форматировать виндус может даже не понять так вот запускаем наш любимый диск и радуемся если жесткий диск будет виден вот f-disk загрузилась высветилась менюшка значит жесткий диск доступен жмем четверочку это дисплей патриотичную информацию интер видим нет патриотичным жмем на скейт возвращаемся в нее и говорим давайте создавать единичка интер для начала создаем первичную нажимаем единичку интер немножко ждем вот да мы само собой хотим создать таблицу все через интер компьютер компьютер создал патриотичную и перезагрузился компьютер это вообще другое опера так что не обращайте внимание так вот c все все вот теперь опять запускаем их диск наш любимый так смотрим 4 все первичное есть она активна размер 2000 мегабит 26 процентов это максимум что он может дождь создать на жестком риске все выходим и создаем теперь extended эдишн вот он предлагает создать размером 5 977 соглашаемся саму все она создана двух и теперь на месте этой внешней хищни создаем логические диски логические диски в душе здраво больше вот этого быть не могут сам собой соглашаемся вот он создал диск d предлагает создать следующий соглашаемся диск е и остаточек 1883 это следующий диск все мы создали можем посмотреть что мы создали вот это два физических и вот это логически все красиво выходим из диска естественно перезагружаемся также с дискетки опять вот сбойные дискетки не обращайте внимания в цедру и цель теперь нажав пальцем и все наши диски но не один диск открываться не будет потому что что потому что они не отформатировали ну все диски не буду я показываю как форматировать вот форматировать следующим образом набираем формат букву диска двое точь и интер хотите форматировать да хотим все пошло форматировать ну пока идет форматировать познакомлю вас с материнской платы которые я использую для вот этого вот видео урока это диабетерская плата называется га га 586 а т.в. к сожалению сокета радиатора я не нашел под рукой поставим вот такую гирочку внешняя кэшка стоит симфонная кэш вот видите какая сейчас показать сейчас я включу вспышку вот такая вот решение кэш памяти вот такое стоит две двухсторонних 72 наушных симки стоят на клинке это на чипсете intel и ст 3 64 в 2 видео карта асусевская вот такая вот вот такая вот такая вот такая вот такая достаточно надежная по максимуму в нее воткнута память такую материнскую плату я использую так он привод стандартный ничего в нем особенного нет вот шильдик не помню где у него вот шильдик метроникс митсуми модель филипина с вот закончилось формируем диска c просит ввести его имя но имя мы не будем надеть просто вот теперь уж набрав альпин 2 мы можем зайти на диск c вот он пустой теперь нам надо сделать его системным чтобы была возможность загрузиться напомню переход из окна в окно в окно в окно нортон команды клавишей tab вот так вот теперь идем на диск и пишем sys c команда sys переносит систему на указанную перед двойточием диск ну вот вы видите что на c появились системные наши файлы сейчас тоже их выключу системные файлы теперь туда мы можем добавить ну что давайте давайте лок команда afterexec buff config sys ну диск формат ну вот у нас ничего нет пу а вот 800 то пригодится оксидиром захотим поставить так перекинули это вам не windows все не торопясь поскрипывая но идет основные файлы перенесли теперь идем в конфиг так жмем f4 редактор так ну здесь все закрыто никакого криминала не осталось так autoexec тоже f4 открываем уникальный искр нет у меня к сожалению 1700 есть но не буду я сейчас выбивать его вот так заемлю а и здесь не nc а vc 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 наставляем то есть путь к волков команды все остальное пускай будет мешать не будет escape сохранить все теперь мы можем смело вынимать нашу дискетку и нажимать кнопочку сброс вот третья у меня вот и смотр на загрузку жесткого диска с вот мы сделали жесткий диск с которого можно загрузить ну давайте c нажмем так а вот теперь следующие диски у нас ddm они тоже не работают пока их надо отформатировать вот берем опять формат давайте сзади начнем f вы это очень да что он сказал ой нажал формат f вы это очень и с надо ответить все и пошло вот мы вот так вот мы делаем для каждого диска соответственно набрал формат и поставить букву этого диска давайте напомним авиатуру значит когда мы маркер на формат поставили мы просто жмем control enter control enter и надпись формат com переносится в командную строку потом жмем букву диска f и жмем shift g вот shift g это есть 2 все пошло вот так за несколько минут мы научились делать из не системного жесткого диска диск системы с которым можно заговорить ну а что дальше с ним делать попытаемся разобраться в моих следующих видео то что не 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 будет в моем Продолжение следует...